Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Вы на канале на Кухне в Любании, а значит у нас Коля в гостях на нашей кухне. Первым долго мне спрошу, Коля, ты с нами сейчас будешь? Не просто с вами, я еще и за носильщика сегодня. Отлично, ты потом еще с кухни в дом понесешь, да, сюда принес. Дорогие мои, часто спрашиваете, то есть или просите, покажи, Люба, пожалуйста, распаковку. Ну, вы думаете, что ж ты там, Люба, покупаешь, чем вы питаетесь и какие деликатесы вы кушаете, правильно? Ну, давайте посмотрим. Значит, сразу хочу сказать, что в принципе скупляюсь я или езжу за покупками два раза в неделю. Ну, может, когда-то там, если мы где-то выезжаем, мы можем что-то подкупить. А вообще я стараюсь, вы же видели, что я готовлю, и готовлю немало, потому я закупила и все. А в остальные дни Коля скупляется. Ну, Коль, не привлечивай. Боже, у меня аллергия перец рассыпала. Дорогие мои, ну что ж, это моя первая распаковка, потому простите, если что-то не так, пишите, что не так, чего не сказала, что лишнее говорю. Значит, так как уже весна и хочется компота. Но мы пьем компот не только весной, а с осени и по осень, да, потому мы за зиму уже закончились у нас все наши такие вот, знаете, мороженые фрукты. А вот консервированный, допустим, там нам компот, вишня, почему-то не очень хочется. А мне говорите, у нас изжога. Ну, понимаете? Значит так. Купила я сегодня клубнику. Клубника, вот она какая, замороженная. Вот два пакета клубники. Она по 60 гривен пакет. Есть. Даже не два, а уже три. Три. Три пакета. Я так туда сейчас ложу, потому как поле потом все равно не встит, чтобы не попадало. Дальше. Кроме клубники, конечно, пойдет вот такой набор, смотрите, у нас есть вот такой набор для компота. Вот. Он стоит по 43 гривны. Здесь 400 грамм. Ну, набрали уже отушить, потому что будем готовить, положу в морозилочку. Потому как он заканчивается, да, просто может и не будет. Дальше, значит, купила вот такой салат свежий. Вот у нас он. Хочу заметить, он еще в такой формочке интересной. Может, у вас тоже так продают. Видите, вот посаженный, вот он. Ну, вытащишь, хорошо покажу. Вот, 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 просто он там с коньями. Это я купила у нас, внук очень любит такой салат, делает бургер, так называется. Вот, есть. Салат стоит 60 гривен. Дорого, но никуда не деться. Значит, обязательно, как только захожу в магазин и еду, то есть, я обязательно стараюсь купить соевый соус. Классический вот такой соевый соус. Он сейчас дорожает, потому если где-то есть дешево, 48 гривен. Если есть дешево, берите очень удобный. Для чего? Беру обязательно, чтобы прозапасить. Потому как купила филе шницеля. Сейчас посмотрю, сколько стоит филе. Вот, сейчас, секундочку, подождите немножечко, правда? Филе шницеля. Короче, получается по 90 гривен. Вот это вот, 90 гривен. Одна штучка. Здесь, сколько здесь грамм? Сейчас вам скажу. Ну, пол килограмма. Дорого. Филе, конечно, дорогое. Но хочу заметить, что оно так нарезано. Хотела бы показать, конечно, раз уже показывает, так показывает. Значит, я аккуратно возьму одну штучку рукой. Вот, смотрите, филе нарезано вот на такие пластиночки. Видите, вот. Отбиваем немножечко. Очень удобно. Отходов нет. Вообще никаких, ни шкурочки, ничего. Вот, значит, отбиваем. И, дорогие мои, кто видел, значит, хорошо, кто не видел, посмотрите. Всегда заливаю соевым соусом. Отбили слегка. Посолили немножечко. Ну, перчите они перчем. Залили, как залили. Вот, допустим, тарелочку сложили, вот эти вот отбитые ваши заготовочки. И 3-4 столовые ложки налили, перемешали, чтобы каждую отбивнушечку так слегка в волокон. Не надо, чтобы там они купались в этом соусе. Постояло полчасика и начинаем жарить. Жарю я, конечно, по-своему. Может кто-то жарит так, как я, но я жарю так, как я жарю, и очень вкусно. В муках яйцо, в муках яйцо. Двойная панировка, так говорят. Очень вкусно. Потому, кто не делал, советую попробовать. Ну, что ж, что-то. Люба, ты просто начинаешь повторяться. У нас есть рецепты этих отбивных. Кто не видел, я просто говорю. Заходите в плейлист «Мясные блюда», все там есть. Увидите, просто там название может быть. Значит, пампушка с чесноком. Вот такая пампушечка 24 гривны. Вот они, потому как мне сейчас некогда готовить, нет времени. Ну, смотрите, такие пампушечки. Вот, мягусенькие, классные, аромат обалденнейший. Есть. Также детям беру бананы. Бананы стоят 64 гривны килограмм. Здесь на 63 гривны. Сосиски. Сосиски стоят 200 гривен. Филейные сосиски очень хорошие. 191 гривен. Вот здесь эти сосиски. Так, сахар. Сахар берем. И сахар берем прозапас немножечко, потому что идет лето. Ну, и на компот. Три пакета сахара. Сейчас вам расскажу, сколько сахар стоит. Одну секунду. Сахар по 37 гривен. Ну, а здесь его, сейчас вам посмотрю. Здесь, по-моему, не килограммовые пакеты. 900 грамм. 900 грамм. Ну, вот. 900 грамм. Дальше. Берем чай. Обязательно чай берем. Где-то еще был чай один. Сейчас, дорогие мои, потому что непросто. Чай 41 гривна. Вот такой чай. В пакетиках. Мы берем в пакетиках. Есть, значит, хлеб. Такой у нас хлеб вот. Значит, это мы брали хлеб в киоске. Потому, здесь его нету, потому он стоит 23 гривны. Вот такой хлеб. У меня гусенький, нарезной уже, смотрите, отличный. Хлеб обязательный, потому что пики не пики. Но, хочу сказать, взяла хлеб, а потом проходила мимо. А здесь укроп, девочки, шикарнейший укроп. Смотрите, прям, боже, красота. Ну, что, соблазнилась. Взяла укроп. Сегодня будут пирожки с укропом и с картофелем. Очень вкусные. Без дрожжей. Потому, постараюсь в ближайшее время показать видео. Вот наш шикарный укроп. Дальше у нас сметанка. Сметану берем 30-ти процентную. Это для борща сметана. А сметана стоит 59,90. Ну, 60 гривен. Я говорила, 30 процентов. Две баночки. Значит, есть. Что у нас еще? Второй чай. Этот чай стоит 90 гривен. Здесь его немножко больше. Липтон. Дальше взяла. Сейчас, секунду, секунду. Дальше взяли соус такой для бургера. Соус сейчас, сейчас, сейчас. Потому, как соус 26 гривен. 26 гривен соус. Купила два пакетика. Ну, короче, семейка немаленькая. Это булочки для бургера тоже. Булочки, где они здесь? Булочки, булочки. Сейчас, секундочку. У меня здесь 64 гривны. Там со скидочкой. Лупик. Ты не как зарплату получила. Коля, это не зарплата. Это моя пенсия, которая ушла под ноль. Ну, что ж, так я зарабатываю. Такая у меня пенсия. Вот. Значит, еще купила ребро свиное. Ребрышко, смотрите. Опять у нас рецепт. Будем так запекать. Вот такое вот я беру. Ребрышко магазинное. Очень хорошее. У меня есть и в фольге, и без фольги. Значит, стоит 179 килограмм. Здесь 224 гривны. Вот эти два. Дорого, согласна с вами. Ну, что ж, ну, по-другому никак нельзя. Это взяла... Один раз пенсию получаю. Это взяла я. Ребрышко свиные, домашнее. Ребро такое, хорошее ребрышко. Это для борща. 167 гривен. Боже, не на что смотреть. Ну, ничего. Жить надо. Ну, в принципе, горчица. Горчицу я делаю сама, но сегодня себе позволила европейскую. Она лагерна, она с лимончиком. Тоже очень такая классная горчичка. Кто брал, берите, кто не брал. Если будет, попадется, берите. Сейчас посмотрю, где она, если найду. Потому как очень-очень мелко все, будто бы написано. И очень мелко все. 26 гривен. Ну, две горчицы. Ну, короче, так вот. В принципе, скупилась. То покупали там еще на рынке такое, что. А колбасу? Это для кого? О, господи. Колбаса, Коля, ты не дашь в этот. Лично брал. Колбасу? Сейчас скажу, дорогие мои. Сейчас, потому что колбасу не брала. 79 гривен одна палочка. Вот так вот. 79 гривен одна палочка. Это по скидкам. Да так она дороже, а скидки... Вес у нее 115 грамм в упаковке. 150 грамм. 150 грамм. Да, 150 грамм. Ну, это мы так берем, знаете... Сыровяленая. Сыровяленая берем так вот. Бывает такие, если позволяем. Такие, как сказать, сладинки. Когда... Не всегда. А в основном, вы же видели, мы готовим котлеты, мы готовим отбивные. Мы готовим то, чтобы, как говорится, она готовила и только мясо тушим. Сегодня, короче, так. Вот. А так, мясо стушило и только гарниры меняй, как называется. Потому, дорогие мои, в принципе, пенсию все уложила. Вот, вы можете подсчитать. Спать можно спокойно. Когда я у меня пенсия. Ну, все, что вот так вот показала. Если чего-то не сказала, напишите, что бы вы еще хотели от меня услышать. Я скажу. Заходите, смотрите рецепты. Вот там, все, что я готовлю. Готовлю много, готовлю вкусно. Мои любят вкусно покушать. Я уже сегодня там писала о комментариях, что, знаете, я, наверное, рождена для того, чтобы готовить и кормить свою семью вкусно. Я их так люблю, что я посвящаю все свое время и свободное, несвободное для своей семьи. Потому, вот и все. Давай я вставлю свои пять копеек. Говори, Колечка. Жена мужу говорит, дорогой, ну, а зарплату ты думаешь мне отдавать? Муж так злорадно поглядывая на жену, говорит, да, конечно, но не сегодня. Сегодня у меня голова болит. Ух ты, какой одуманный. Ничего, отдаст, куда он денется. Так руки завернем, сразу отдаст. Правда, девочки? Или кушать не будем давать. Ну, все же, дорогие мои. Рассказала, это первое такое видео. Как всегда, знаете, оно будет такое, какой-то, ну, скомка, наверное. Да, еще не совсем. Но вы напишите, как бы я дал, как вы считаете, как надо сделать так, чтобы было классно. Ну, а только все. Еще что хочу сказать. Заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк, если не жалко, пишите комментарии. А самое главное, будьте все здоровы, будьте счастливы. Мирного неба. И вам, и нам, и всему-всему миру. Мы вас всех обнимаем и всегда ждем. До свидания.